Панерманы, рад вас приветствовать. Слава Украине. Здоровья, слава. Желаю здоровья. Не могу не спросить вас вашего мнения по вот этому законопроекту о мобилизации. Более жесткая версия, говорят, даже чем та, которую Путин для россиян нарисовал. Я помню ваши предложения о том, что все-таки в первую очередь следовало бы правоохранителей забрать у них брони, их использовать в качестве мобилизационного резерва, но, тем не менее, понимаем, что эти ваши предложения не были услышаны, и там совсем другие нормы теперь используются. По вашему мнению, будет ли законопроект в том виде, в котором мы его сегодня видим, проголосован? Подпишет ли его президент, или же там будет все кардинально меняться? И что вас удивило в этом законопроекте, когда вы с ним познакомились? Ничего не удивило, потому что задачи понятны. Там три задачи. Первая – это прикрыть законопроектом, разговорами о законопроекте продажу земли, чтобы негативная волна пошла куда-то в другую сторону информационную, подсунули этот законопроект. Вторая задача – это попытаться уменьшить рейтинг вооруженных сил Украины и Залужного непосредственно повесив на него негатив по этому законопроекту, так как заказчик, в конце концов, это вооруженные силы Украины. Хотя могу им забросить, этим товарищам, которые придумали вот такой ход. Это политологи в основном. По политике политологи – это их задача. Они борются с рейтингами предполагаемых конкурентов на будущих выборах вооруженные силы Украины и лично Залужного видят как этого претендента, поэтому пытаются уменьшить. Туда в законопроект, если бы еще загнали, допустим, не только какие-то драконовские нормы, которые идут в разрез нашей Конституции, допустим, зацепили за слова того же Залужного, что ему надо финансирование армии, ну, останавливайте на блокпосту всех и вся и трусите их до нижнего белья, потому что Залужный запросил у Кабмина, допустим, финансирование. Вот примерно так сейчас зацепились за заявку Генштаба. Подход абсолютно неправильный, неграмотный. Ну, а, естественно, третья задача – это все на контроле ФСБ Российской Федерации. Для них очень важно внутренний распри, они это подогревают, потому иногда тем агентам внутри Украины, они еще до сих пор есть, с ним ставится задача каким-то образом столкнуть народ и армию. Ну, есть столкнуть львами, причем это выгодно и в ФСБ России, Российской империи, и, естественно, нашим политикам, которые видят в вооруженных силах Украины на будущих выборах конкурентов. Надо правильно к этому просто относиться. Землю мы, как бы они там ни распродавали, вернем, в том, ничего с ней не станется, включим механизм драконовские нормы на ее эксплуатацию и вернут всех, кто сейчас ее купил за три копейки, вернут ее в земельный банк, еще и должны остаться. Это не проблема, здесь переживать не надо. А по закону варианта два. Либо его как-то нивелирует Верховная Рада, опять же, по команде, либо потом что-то президент сделает, это тоже может быть подача под президента. Дали плохое, а он такой хороший, это все зарубил, это уже было, мы это видели по безуглой, когда она там предлагала призвать всех женщин, а Зеленский сказал, что он это делать не будет. Это подача на поднятие рейтинга. Это все политические сейчас танцы для каких-то дальнейших действий. Для россиян очень важно такого рода давление, почему они всегда за это включаются. Это же информационный поток, который прибивает население, то есть включает негативный механизм на накачку негатива на население, который уже потом намного проще может пойти на сдачу территории, на Минск-3, ну и так далее и тому подобное. Это все лежит на полочке, причем, честно сказать, не сильно они креативят эти товарищи, которые стоят за Умеровым. Это Умерова конкретно задача. Он министр обороны, он отвечает за мобилизацию в этом смысле. То есть его подачи, эти люди, которые за ним стоят, ну, мягко скажем, не сильно умные, слишком явно, они, вернее, показывают те свои три задачи, вот о которых я сказал. Панер Манна, а касательно наших союзников, по вашему мнению, вот будет ли нам помощь финансовая от Европы, будет ли нам помощь финансовая и оружием от американцев? Потому что, ну, в подвешенном все состоянии, все-таки ушли они на каникулы до середины января, до начала февраля и с нерешенным этим вопросом помощи Украине. Вот вернуться, отдохнувшие с каникул, утвердят деньги Украине? Да, конечно, утвердят. Но эти вопросы уже решенные, там есть просто моменты, которые связаны с внутренними, внутренними, до решения вопроса. Вот кто будет, по какому проекту будут строить, допустим, стену? По проекту Яценюка, который оттуда не вылазит? Или по проекту какого-нибудь босса мексиканской мафии? Ну, то есть, это ж в этом проблема. За стену Яценюка все слышали, все ее знают с калитками. А что там, да, с боссом непонятно. Вот эта проблема, они ее не шат, в конце концов. И получим мы финансирование, получим мы и финансирование с Европы тоже получим. Европа сейчас, а уже проснулась, она уже стала на военные религии, прекрасно понимает, что надо делать здесь, это вообще не проблема. Получим мы достаточное количество вооружения. Все, что нам могут передать, нам точно передадут. Еще и добавят новых модификаций, тех, которые даже, может, и не мечтаем. Только раз для чего? Для того, чтобы не с помощью живой силы, не с помощью смертей тел украинцев, а с помощью технологий выполнить задачу уничтожения Российской Федерации. Ну, мы что-то видим, две ракеты зашло, нет корабля. Ну, дайте не две ракеты. Дадут, однозначно дадут. Не две, а всего лишь там 140 ракет, и не будет ни одного российского корабля. Сколько надо для того, чтобы уничтожить в Крыму военных объектов ракет, допустим? Ну, 150 стационарных военных объектов в Крыму. По три ракеты на каждый военный объект. Это всего 450 ракет. Ну, будут у нас эти 450 ракет. Уже ж попробовали. Ну, и наши, в конце концов, если Умеров займется не пиаром, а производством, то мы и свои ракеты можем произвести. У нас очень хорошая ракета. Поверьте, я знаю и как летчик, и как участник иногда этих разработок. Еще 7-8 лет назад как-то поднимали эти вопросы по этим ракетам, по Нептунам. Знаю, очень хорошая ракета, можно сказать, Нептун — это такой эксклюзив сейчас, особенно в системе наведения. Наша КБ выполнила отличную работу, и им только надо от них отстать, этим налоговикам или кто-то к ним пристал, и дать финансирование, не запустят. Еще новее ракеты. У них там такие наработки, ну, просто аховские. Там искусственный интеллект, и чего там только нет. То есть ребята у нас креативные, лучше, наверное, креативщики, чем украинцы сейчас в мире нет. А теперь к ситуации на линии фронта. Кстати, на Марьинке россияны радуются, что этот населенный пункт не захватили. Уже и министр Шойгу Путину лично об этом сообщал, значит, радостно. Но вот Залужный подтвердил, что все-таки сейчас из Марьинки пришлось уйти. Но он говорит, что это уже нельзя называть даже населенным пунктом, потому что там все разрушено, и, собственно, особо нечему россиянам радоваться, что они Марьинку захватили. Ну, армия не держится за города или за какие-то географические понятия. Армия удерживает, если она в режиме обороны, она удерживает рубежи. И рубеж обороны, если его разрушают, идет отход плановый, планируемый отход на дополнительный рубеж. Ну, то есть на запасной рубеж, вторую линию, как угодно это можно называть. Причем она готовится изначально, стартово, как только готовится первая линия обороны, сразу же готовится и вторая линия обороны, понимая, что первая линия будет когда-то разрушена противником. Потому что первая задача противника какая? Взломать линию обороны, разрушить линию обороны. Вот чем мы занимались все лето? Разрушали вот такую отрытую систему линии обороны, первую в районе Работина, а дальше двигались от Орехова в сторону Работина на Новопрокоповку, ко второй линии, вторую линию разрушили. Все дело времени, любая линия обороны может быть разрушена. Нет такой, чтобы вот там стопроцентная и неразрушаемая. Весь смысл линии обороны, первая, вторая, третья и так далее, задержать противника, чтобы он долго возился с этой линии обороны. Кстати, вот если зубы дракона брать, то есть вот россияне, чем они с мозгами не дружат, они эту линию обороны выстраивали там в один-два ряда, и выстраивать ее надо в пять-семь рядов. Для того, чтобы пока разбирают эти зубы дракона, можно было накрыть россиян. Мы, кстати, так начали сейчас тоже выполнять эти задачи по северо-востоку, генерал Наев как раз правильно, грамотно их отстраивает. У россиян это не получилось, потому что, большая ширина, то есть большая длина фронта по 1200 километров, они этого не смогли просто произвести. Но весь смысл, опять же, даже этой, вот эта линия обороны, а также для чего? Для того, чтобы задержать хотя бы на несколько минут, десятков минут врага, для того, чтобы можно было его накрыть. И вот Маринка это была первой линией обороны, причем восточная часть Маринки. Мы удерживали россиян 10 лет на восточной части Маринки, удерживали, пока они не нашли механизм, как ее, в принципе, срыть. И восточную часть Маринки, центр Маринки, западную часть Маринки, да и всю Маринку с помощью авиационных бомб, то есть кабами. Это так, как срывался Мариуполь, а сейчас они использовали достаточное количество кабов, то есть те же авиационные бомбы просто дольше используются, так как это не свободно падающие, а их надо программировать на определенных этапах. Та же СИЗ, кстати, занимается служба, специальная инженерная служба, которая программирует авиабомбу, куда она будет планировать. Это ж не летчик управляет. То есть по большому счету они срыли Маринку, но то, что у меня информация есть, мы еще на северных окраинах Маринки тот рубеж обороны, который у нас был, там, третий или четвертый в самой Маринке, мы его еще удерживаем, потому если говорить о географическом каком-то понимании, так Маринка удерживается нашими войсками, часть ее, по крайней мере, в географических рамках самой Маринки. Но опять же, военные не воспринимают географическое понятие города, а именно воспринимается как рубеж. Рубеж обороны Маринки, как и рубеж обороны Бахмута, до сих пор удерживается украинскими войсками. Это просто рубеж обороны, который они пройти не могут. Наверное, все-таки россияне абсолютно уверены, что F-16 уже у нас, но судя по тому, как они атакуют Староконстантинов, как они атакуют Канатова в Кировоградской области, по пять, по семь тревог в день там, и постоянно все-таки вот эти аэродромы, они бьют и бьют. Почему-то они уверены, да, что только вот эти два в Украине могут быть, аэродромы, которые примут F-16. Нет, у нас аэродромов, которые могут принять F-16, несколько десятков. Дело в том, что любой аэродром, с которого может летать МиГ-29 и Су-27, с этого же аэродрома однозначно и взлетит, и сядет F-16. Это однотипные самолеты, и к полосе у них претензий больших нет. То есть если полоса подготовлена, ветродуйки прошли, сдули, все, что только можно. Это такие двигатели, машины, грузовые машины. Впереди двигатель авиационный, который работает просто на создании струи, сдувает с полосы все камешки, которые только могут там быть. И спящего пьяного техника с прошлого запоя. Да, бывает и такое было. Было лично у нас в свое время в Конотопе. Ловили его потом. Но вопрос в том, что работают службы. У нас готовых аэродромов, которые смогут работать на прием F-16, несколько десятков по стране. Причем с них же работают наши самолеты. То есть именно с них. И в режиме оперативного аэродрома, именно оперативного аэродрома, мы можем подключить эти несколько десятков аэродромов. Туда садится, допустим, борт с аэродромно-техническим оборудованием, либо подвозится аэродромно-техническое оборудование. Оно входит, допустим, для звена. Там четыре самолета входят в один Galaxy, ну то есть в один транспортный. И по большому счету это небольшая проблема перевести. Это переходники, там некоторые системы буксировки, контроля и для проведения предполетной, послеполетной и межполетной подготовки. Это уже встреч, допустим, технико-эксплуатационные части, когда самолеты загоняются для регламентного ремонта или отгоняются на авиазаводы. Но авиазаводы в Европе однозначно. Поэтому у нас здесь оперативных аэродромов может быть много. Чего россияне там привязались к нескольким аэродромам. Но это им виднее, там не дружат они с логикой и с той информацией, которая идет. Могут быть у нас F-16? Конечно, могут быть. Уже теоретически, конечно, могут быть. Если не у нас, знает Игнат, но он не скажет. А вот если мы получим F-16, если пилот в небе получит возможность с помощью авионики самолета наводить эту ракету на цель, насколько это увеличит эффективность? Насколько это важна оперативная ситуация в данный момент в небе, чтобы скорректировать маршрут этой ракеты или задать маршрут, задать цель этой ракете? Вот что поменяет? Я к тому веду, да. Что поменяется, когда мы получим F-16 и уже Шторм Шэдоу будут подвешивать к F-16? Быстрее можно будет решать вопросы. Дело в том, что запрограммировать ракету надо 100% гарантия того, что в этом месте будет находиться корабль. То есть это целый процесс развединформации, согласований, уточнений и принятия решений, и работы в том числе. А это всё за несколько секунд может сделать лётчик, допустим, просто сбросив ракету, управляя определёнными процессами. Лётчик-самолёт. И для этого, кстати, и нужны нам европейские самолёты, чтобы работать с этими ракетами непосредственно для выполнения боевой задачи. Есть ещё сейчас, ну, есть вопрос поднят, но ещё не решён, по Таурусам. Там вообще четыре системы управления. Из них одна из них вообще телекоммуникационная. Лётчик видит, куда ракета идёт и может её направлять. То есть здесь очень много таких механизмов, которые добавляет именно авиация. То есть та авиация, которая может работать с этой ракетой, а не та, которая старая советская, работает сейчас в качестве рогатки, если можно сказать так. То есть разогнать ракету куда-то туда, ракета дальше сама становится на крыло и выполняет боевую задачу уже непосредственно ту, которая забита ей в мозге. Ну, нормально. А раз уж тему F-16 затронули, на каком этапе сейчас подготовка пилотов? Потому что появилась информация, что первые шесть пилотов уже перешли к следующему этапу тренировок на другой военной базе. Но почему только шесть? Если мы в ожидании как минимум 18 самолётов, казалось бы, сколько? 36 нам пилотов как минимум нужно. Вот помогите в этих цифрах, в этих этапах разобраться. Нет, дело в том, что это была информация прошла о том, что шесть пилотов прошли теоретическое обучение на базе в Великобритании, теоретическое, и полёты на тренажёрах. То есть наземное обучение. Ну, это всё в теоретическое вкладывается. А дальше их переместили на другую базу, где они будут уже проводить лётное обучение вместе с инструкторами уже на самолётах. На боевых самолётах — это лётная часть обучения. Но это только шести человек. И если, понимая некоторые процессы секретности, которые во всём мире, как всегда, делятся на два, то есть это можно говорить не о шести, а о двенадцати. Почему шесть? Двенадцать — это эскадрилья. То есть если партию куда-то берут на переучивание, то берут эскадрилью, боевая единица в этом смысле. А для того, чтобы в информационный поток выдавать какую-то закрытую информацию, делят на два. Но потом, естественно, те люди, знающие, умножают её на два, нет смысла этого делать. Я так думаю, что эскадрилья лётчиков сейчас наших закончила обучение в Великобритании и перешла к лётному обучению на другой базе, уже на лётной базе. Но это всего лишь один поток. У нас не шесть, не двенадцать лётчиков. У нас намного больше лётчиков, которые учатся на разных базах. Те, которые были оглашены — Дания, Норвегия, Великобритания, Соединённые Штаты — это только те, которые были в информационном пространстве. Опять же, умножайте на два, значит, не четыре, а восемь баз. Это как минимум. Есть ещё четыре закрытые, о которых не говорится в информационном потоке. Но мы, естественно, говорить о них не будем. Одна из них, допустим, тоже была в информационной подаче база в Румынии, которая будет выполнять уже лётную подготовку. Но эта лётная — это не теоретическая база. То есть достаточно будет лётного состава. Там действительно надо будет два-три состава лётчиков на самолёт. Самолёт может работать, в принципе, определённое время. Лётчики должны меняться. То есть в две смены хотя бы полётов. Самолёт может работать в две смены, один, без проблем с тех составом. А лётный состав меняется от смены к смене. Смена 6-7 часов, может быть, 3-4 боевых вылета за смену можно выполнить. То есть, по большому счёту, до десятка полётов один самолёт в сутки в смену может выполнить с двумя лётчиками. Поэтому можно так и смотреть, сколько бортов дадут. Значит, лётчиков в два раза больше. Это минимум, а то может ещё и больше для дальнейших каких-то поставок. Сейчас у нас уже можно спрогнозировать некоторые этапы подготовки лётного состава. Можно говорить о том, что у нас лётчики уже готовы. Где-то в начале декабря они уже сами летали на F-16. Это минимум. Исходя из начала подготовки, переподготовка длится. Если лётная, то где-то 3-4 смены – это полторы-две недели до самостоятельного вылета. Это около 20 полётов контрольных. И дальше идёт тренировочный. Контрольные – это с инструктором. Вывозные полёты, так называемые. Это с инструктором. И дальше тренировочный полёт по кругу, по маршруту, по простые виды полётов. Их где-то в течение месяца полутора-двух, в зависимости от степени подготовки, до какого уровня идёт переподготовка лётного состава. То есть общее количество где-то до трёх месяцев. Можно сказать, что вот уже в начале декабря у нас были уже готовые лётчики выполнять боевые задачи на простые виды боевой подготовки. Ну, по крайней мере, на перехваток – это точно. Там перехватить те же Су-34, три штуки, один самолёт мог без проблем. Там девять точек подвески. То есть, по большому счёту, есть теоретическая возможность того, что уже F-16 используется в нашем небе. И не только F-16. Летали же и на Еврофайтерах, была информация, и на Агрипенах была информация. Потому что, может быть, в этом смысле теоретически уже может быть всё. Получить мы самолёты сможем только после того, как будет принято политическое решение. Вопрос, принят он или нет, это вопрос к Белому дому. В основном они принимают решение по передаче. И количество самолётов в том числе, ну и вооружение. Надо понимать, что самолёт сам по себе – это просто летающая пусковая установка. Возьмите пусковую установку того же НАСАМСа с ракетами АМ-120. Так это такая же пусковая установка F-16, такая же пусковая установка с этими же ракетами только в воздухе. Только ещё и с локацией. Пане Романе, спасибо, что нашли время для разговора. Спасибо за вашу аналитику, за ответы и пояснения. Военный эксперт Роман Светан в Ютубе 24-го канала. Пане Михайле, щиро витаю, рада бачите. Слава Украине. Героям слава. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, все зрители. Вот Путин приехал до Си Цзиньпиня, читай до него приездивый, каже, я ще 5 роков буду воювати. А чи выросло в него те, чем он будет 5 роков воювати? Значит, приехал, да, приехал таки Си Цзиньпинь к Путину. Мне вот хочется ответить, ответить Путину словами Залужного. Залужный сказал на пресс-конференции важные слова. Что на войне есть противник и многое зависит от того, что он будет делать. Поэтому Путин-то, конечно, может и хочет воевать 5 лет, но у него есть противник. Его противник – это мы. И как будут ли у него эти 5 лет, это зависит от нас. Например, мы можем его убить, потому что он легитимная военная цель. Мы можем разбомбить Кремль и взорвать этого Путина. И тогда он не сможет воевать 5 лет. Или же мы можем разбить его армию, и тогда ему нечем будет воевать 5 лет. Поэтому вариантов много. Поэтому его эта отмазка не работает. Мало ли что он там задумал. Мало ли что. Какая разница? Это, кстати, с первого дня войны, говорю, главное не обращать внимания на то, что хочет Путин. Это надо забыть сразу. Пане Михайле, это понятно, но, тем не менее, его планы, они, очевидно, грандіозные. Он собирает представителей Ростеха и говорит, что будет увеличивать 50 раз в производство боеприпасов, артиллерии. Говорит про то, что танки в 7 раз больше выготовляют. Это и верит в свою победу. А что ему может эти суммы закласти в его голову? Когда закончатся люди? Очевидно, нет. Когда закончится флот, тоже какось ему все равно не рахует. Что должен закончиться в Российской Федерации, чтобы у Путина начали закончиться имперские амбиции? Ну, на самом деле, у него лично пускай не закончится, мы не можем ничего сделать лично с его головой, он живет в мире неких фантазий. Ну, например, увеличить производство боеприпасов во сколько-то раз или танков во сколько-то раз. Для этого нужно увеличить соответствующий бюджет для начала во столько-то раз. Военный бюджет России на следующий год вместе с сокрытыми статьями, которые на службе, это примерно половина всего бюджета страны, как мы знаем. Соответственно, в два раза его можно увеличить, но тогда все умрут от голода. Понимается, да? Ну, в смысле, тогда не будет ни пенсии, ни зарплаты учителям, ничего вообще. В смысле, ноль. Всем будет ноль выдаваться. Ноль, ноль, ноль. Тогда можно в два раза. А в три уже нельзя, потому что больше вообще нету никакого. Кроме того, мы, конечно, продолжаем усилия, ну, все вместе, чтобы у него все уменьшалось и деньги тоже. Это часть первая, да? Что он не может что-то увеличивать в разы, не получится. Дальше. По поводу того, что его может остановить, что может... Ну, не его лично, давайте так. Все-таки, наверное, Россию, а не его лично. А тут много есть вариантов. Тут есть много вариантов. Потому что, первое, люди. Это нам кажется, что их там бесконечно. Во-первых. Во-вторых, это нам кажется, мы так себе решили, что так как они, вот, большинство из них такие болваны, что они все готовы идти навоевать бесконечно и так далее. Ну, нет, конечно. Каждая следующая смерть россиянина на оккупированных территориях, она навевает сомнения на оставшихся россиян. Они все меньше вообще-то хотят воевать. Знаете, вообще-то, например, почему они не хотят увольнять в запас вот тех, кого они мобилизовали? Так тебе приедут к себе в деревню и расскажут, как там. Им, может, не понравится. Даже была такая новость интересная на эту тему ровно. Рассказал нам начальник этой Луганской, бывший наш начальник Луганской области. Он сказал, что туда прислали сейчас якутов россияне и прислали кого-то еще там, кроме якутов, не вспомню сейчас. Ну, еще какая-то национальность. Ну, откуда-то оттуда, издалека, из Чукси. Вот. Чтобы они, значит, восстанавливали там водопровод и еще что-то в Луганской области. А до этого были люди с Подмосковья. Но они больше не хотят. И новых невозможно уговорить. Потому что их там хватают, пытаются в армию мобилизовать. Прямо там, в Луганской области. Поэтому они все разбежались. И теперь везут оттуда, где вообще люди по-русски не понимают. И так далее, и так далее. Поэтому люди у них тоже кончаются. Это правда. Они кончаются. Дальше. Что такое люди? Людям рознь. Одно дело, когда кончаются якуты. Другое дело, когда кончаются люди, закончившие военное училище. А согласно данным западных разведок, мы уничтожили больше, чем 90% той армии, которая зашла к нам изначально. А это и были самые профессиональные. То есть, мы уничтожали целыми дивизиями. Кантемировскими, Тимирязевскими. Я не знаю, какие у них еще бывают. И у них заканчиваются люди, которые умеют воевать. Просто остаются какие-то люди. Но они же воевать-то не умеют. Это тоже вопрос. Дальше. Может ли у него закончиться техника? Какая-то может. Флот может закончиться. Кстати, уже почти закончился. 20% уже немало. Так вы понимаете, 20% нет физически. Физически. Но. Когда мы последний раз видели обстрел Одессы ракетами «Калибр» с подводных лодок? Дуже давно. Давно. А почему? А потому что боятся они размещивать свои корабли с «Калибрами», что прилетит по них. Да, почти. Значит, еще хуже все у них. Дело в следующем. Чтобы «Калибрами» стрелять из подводной лодки, надо зарядить. Ну, то есть загрузить «Калибры» на подводную лодку. Аппарат для загружения у них один. Ну, это как бы не аппарат, это некая там целая система. Она одна, она в Севастополе. То есть они в Новороссийске не могут загрузить ракеты «Калибр». Не могут в Новороссийске загрузить и пойти и дальше стрелять по нам. Не получается. Им надо приплыть в Севастополь, всплыть и тогда загрузиться. Но как только они всплывают, наступает биг-балабун. Поэтому они боятся даже заряжать свои подводные лодки ракетами «Калибр». Это тоже большая проблема. Вот вам 20%, да, самой боевой части флота уничтожено, а остальные 80% не особо способны что-то делать. Потому что у них нет чего? У них нет ПВО, потому что мы уничтожили крейсер «Москва». У них нет базы, потому что мы легко достаем до Севастополя. А без базы и без ПВО оставшийся флот, в общем, груда железа. Вот. Дальше. Что у него еще может кончиться? Ну, вот снаряды пока, к сожалению, не кончаются. С корейцами договорился. Бывает. Мало того, он нарастил свое производство. Правда, нарастил. Но, в общем, тут надо уже больше к заложному, а он не расскажет, как он сказал, будет в секрете держать. Но я уверен, что наши уже нашли тонкие места. Наши вместе с Пентагоном нашли тонкие места, что нужно выбивать, что у россиян кончится раньше всего. Я вот помню, во время Второй мировой войны была такая история, когда американцы вычислили, что надо, чтобы победить Германию, надо разбомбить всего лишь три завода. Потому что они делают подшипники. Вот, типа, если мы разбомбим эти три завода, то у них не будет подшипников, они не смогут воевать. Но тогда не получилось. В смысле, подшипники они все-таки купили в других странах, потом немцы. Но вот тут можно же будет что-то вычислить, что у них тонкое место, слабое. А где тонко, как говорят, все мы знаем, там рветься. Насколько порветься, а чи будет далі ця верьевочка відся, но все равно ей тоже кінець, в принципе, будет. Я сейчас про цей ланцюжок диктаторів, який объединяю, это действительно КНДР, поставила миллион боеприпасов, мы знали, что под кинуть года еще, очевидно, півмиллиона зверху докинули, бо в тихо багато в атаку аж диктатора. Ну, знаем, что Иран без пилотники, завод Татарстані восени з'явився. Знаем, что кучкуються. Вот так агресори, диктатори, и Россия шукает, кто и что даст, но, очевидно, сама багато чего пропонует в замену. Как вы видите, пане Михайловичу, будет вот эта весть божевилля и весть зла гуртуватися, или, возможно, таки будет распадаться, когда не будет подживливаться другими военно-конфликтами по свету? Вопрос, смотря кем она будет прирастать. Тут есть, конечно, сложный для нас момент. Он сложный, не простой, не однозначный. Так что, если это прирастет, не дай бог, Китаем, то у нас большие проблемы. Но это если Китаем. Пока, сразу хочу успокоить одновременно, что пока китайцы, вот я не знаю, обращали вы внимание или нет, но они же исчезли из нашей войны физически. Как бы они были, мы каждую неделю с вами обсуждали китайцев. А сейчас нет китайцев никаких, и обсуждать про них вроде нечего. Потому что где китайцы? Китайцы когда исчезли? Китайцы исчезли, вот если вспомнить весну. Весной Си Цзиньпинь ездил к Путину. Весной он опубликовал, 24 февраля он опубликовал мирный план китайский. И потом многие отсылались к этому мирному плану. Типа, вот давайте этот мирный план, что-то с ним делать. Потом приезжали африканцы, говорили, а вот же есть китайский мирный план. Потом к нам приезжал товарищ Ли, помните, которого назначили они этим главным по китайскому мирному плану. К нам приезжал, в Россию ездил, к Папе Римскому ездил товарищ Ли. И заметьте, нету больше товарища Ли, нет китайского мирного плана, нет китайцев во всей картине. Вопрос, почему? Объясняю, предполагаю точнее, конечно же. Я думаю, что в Сан-Франциско случилась какая-то очень романтичная история любви между Байденом и товарищем Си. И они вот встретились, поговорили и о чем-то договорились. О том, как Китаю будет выгодно не поддерживать больше Россию ни в каком виде в этой войне и не вмешиваться в нее. После Сан-Франциско больше ни слова из Китая про эту войну не звучало от китайских властей. Это очень интересный сигнал, как мне кажется. В Сан-Франциско как-то смогли товарищ Ли намного уговорить. И, кстати, подписали, что там много чего, но просто мы толком не знаем содержание этих бумаг. Вот. Поэтому Китай пока, надеюсь, удалился. А то, что будут присоединяться какие-нибудь там, ну хорошо, Никарагуа, но оно как бы не крупный производитель оружия. Ну, вторая по величине угрозы в теории, но это очень в теории, ну не знаю, что. Все, что я могу нафантазировать, это Бразилия. Бразилия. Но поверить, что даже при Лула де Сильве Бразилия решится поставить оружие, оружие россиянам, вот я не готов. Я не готов. Технически у них оружие есть, они даже самолеты умеют делать, в отличие от россиян. Вот. Но я не верю. Потому что они все понимают, они могут много чего громко говорить, но зависит от Америки. А вот, пане Михайле, знаете, я так подумала, а как вы думаете, чи нам ось это вигодно, така бездіяльность, скажем так, Пекина, Китаю, Си Цзиньпиня, ну не втручаются ни туди, ни вашим, ни вашим, ни нашим, ничего не пропонуют. И, слава богу, хай сидит, дивляться, как они любят, поки там отручать их врагов, чи просто не друзей, но и не товарищей пропливают повз них. И, как вы думаете, а, возможно, Китай чего-то вичекает, чего-то чекает, возможно, он чекает изменения ситуации на поле бою кардинально в ту или иную сторону, и тогда будет уже все-таки ухваливать какое-то решение. И почему же Путин тогда, как пишет это видание «НИКЕЙ», когда сказал ему про 5 лет, все-таки не переконал его дотриматься чисто проросийской позиции? Яких аргументов забракло и чи сможет он их раптом найти? Значит, во-первых, когда мы спрашиваем, выгодно ли нам. Ну, понятно, что нам было бы лучше, если бы китайцы нам поставляли оружие и вообще прислали сюда побольше солдат. Это нам было бы выгодно, но этого нет. Мы пока сумели, мы это не Украина в данной ситуации, кстати, а Америка, мы смогли сначала остановить Китай от помощи России. Это было, когда Блинкен ездил еще в Китай, и они вышли потом с заявлением, что Китай не будет поставлять России никаких видов вооружений, и никакой продукции двойного назначения. Потом второй этап – это вот Сан-Франциское свидание, после которого Китай вообще замолчал и вообще перестал вмешиваться. Поэтому постепенно, постепенно переманиваем его на свою сторону. Резко бы и не получилось. Поэтому пусть лучше молчит, чем то, что было до этого, чем предлагает мирные планы, присылает товарища Ли, вот это нам все не надо. Теперь, насчет того, что он сидит и смотрит, чем обернется ситуация на поле боя, вот ровно в эту часть я не готов поверить, объясню почему. Китаю все равно, что происходит на поле боя. Вот ведь какая загвоздка-то. Ему в принципе все равно, как бы, победит Россия или Украина в этой войне. Китаю не важно. Что нужно Китаю от этой войны? Китаю нужно, чтобы ослабли несколько стран. Это Россия и Соединенные Штаты Америки. Это ему выгодно, потому что Соединенные Штаты Америки – его конкурент глобальный. Ну, например, в борьбе за будущее технологии, искусственного интеллекта, а фактически за управление миром в каком-то смысле. А Россия – это его предаток, так сказать, колония. И ему нужна слабая колония. Колония, которая постоянно что-то просит, приползает и так далее. Ему нужен очень слабый Путин. Или не Путин, это не важно совершенно. Но вот такие лили Путина ему нужны, которые мелкие, ползают и что-то просят постоянно. Путин уже просит яйца у Лукашенко. Поэтому что же он тогда делает си? Страшно подумать, когда они остаются один на один. Поэтому Китаю, кто победит, он не смотрит на поле боя. Это ему не важно. Ему важен расклад сил. Америка, Россия, что вот это. А там победа, поражение, город туда, город сюда. Это нам важно. Китайцам, по-моему, все равно. Ну вот, и доброе. Хай так оно и остается. Поки что царем, очевидно, не мое намер, всему, очевидно, в цьому свете переобрать сам себе Путин. Переобрать, то он переобрать. Намалювать, то намалюем. Мы это понимаем чудово. А как долго он может держаться на цьому кресле, враховываясь, что все-таки проблемы есть и в середине самой Российской Федерации, и дружины мобилизованих, незадоволені, таки явища, как Дунцова. Партии будут свои створювать и все-таки выникают. Та з яйцами от Негарас, так мы уже згадывали. Прямых угроз я ему пока не вижу. То есть прямых угроз, если обсуждать в масштабах 2024 года, прямые угрозы Путину я не вижу. Но, кстати, могу ошибаться, потому что раньше я видел. В 22-м я видел ему прямые угрозы, а они не то, что не состоялись. Это было гигантское разочарование, то, что россияне на все согласились, под все подписались. Я имею в виду народ России уже совсем согласился, на все подписался. Не все люди, но большинство согласилось, подписалось под эту путинскую программу. Поэтому, когда они вдруг скажут, что у них что-то не так, я думаю, только когда по-настоящему что-то кончится физически. Поэтому вот такой у него запас. Но что может кончиться? Не только яйца, не только танки. Ну, например, кончится Киркорова. Это важный ресурс. Нельзя недооценивать. Потому что, смотрите, значит, вот начали они, когда устраивать эти репрессии в России, они начали такие настоящие репрессии где-то, ну, с того срока Путина, который он уже незаконно занял, когда он захватил власть силой, 2012 год, когда Единая Россия проиграла выборы, а потом объявила себя победителем и допустила Путина на третий срок. Тогда впервые начались настоящие репрессии. Людей стали сажать, так называемое болотное дело, потом дело посерец, и так далее, и так далее. Сначала репрессии были, безусловно, против чужих, против тех, кто им чужд, против тех, кто не является частью их команды, кто является для них врагами, идейными, идеологическими. Писатели, поэты, режиссеры, вот все журналисты, конечно же, оппозиционные политики пошли либо в тюрьмы, либо, значит, уехали в эмиграцию. Потом новая волна 24 февраля 2022 года, когда уже настоящие репрессии. Сейчас уже на всех уголовные дела, все в розыске, все вообще, те, кто не сидит. Вот так все сделано. Но репрессии надо продолжать. Репрессии – это часть, ты не можешь, как это... Знаете, у государства такого есть несколько опор, одна из них – репрессии. Оно не может остановить репрессии. Народ требует крови, хлеба и зрелища. Вот эта посадка Навального – это зрелище, это кровь, это гладиаторский бой, где убивают Навального. Это римляне требуют, понимаете? Поэтому они взялись за своих. Они убили Пригожина. Могли же не убивать, но убили. Они посадили Стрелкова. И вот, наконец, они начали репрессию уже против собственной культурки. То есть, действительно, Великий Киркоров пострадал, его вырезали из фильмов. Да-да-да. Зняли из постерев, да. Заменили их на ТНТ, всех познимали, пане Михайле. А шаманы 16 разов. О! Да, они заменили на предателя, на Павла Волю, понимаете? Вот теперь Павел Воля дважды предатель. Есть такой комик у них. Сначала он предал сам жанр сатиры тем, что согласился служить, значит, путинскому режиму войне и так далее. А теперь он еще предал Киркорова тем, что согласился вместо Киркорова сниматься в фильме. Иван Васильевич меняет трусы, не, меняет пол. Ну, не помню, что-то Иван Васильевич меняет все. Правильно, вот точно. Иван Васильевич меняет все, называется фильм. Поэтому я никак не мог вспомнить, что же именно меняет Иван Васильевич, фамилию или что там. Ну, вот. Павел Воля согласился. И вот сейчас они начали настоящие репрессии. Они, вы знаете, там, что они успели за это время сделать? Вот Тина Канделаки с канала ТНТ убрала вот этих. Объявили, что певица, которую зовут... Вообще, я бы забываю, что украинская бывшая гражданка. Асти, Анна Асти, да? Да, точно. Асти, значит, незаконно получила российское гражданство. Сейчас будут лишать. Ивлеева будут на пять лет сажать. Клуб опечатали, вы знаете? Клуб опечатали. Потому что там отпечатки сами знаете чего. Сами знаете на чем. Это же надо снять эти отпечатки, правильно? Чтобы точно узнать, где какого размера отпечаток остался. Вот. И это уже настоящие репрессии против своих. А дальше сначала, да. Сначала против таких. Против этого цирка, в котором танцуют там все эти Киркоровы, Ивлеевы и Глюкозы. А дальше займутся чиновниками. Обязательно. Дойдут и до министров, я думаю. Дойдут и до вот этих всяких там... Ну, генералов уже сажали. Сейчас пойдут, я думаю, и до министров. И связают элиту, понимаете? Они уничтожили. Сказали, вот вы больше не элита. Вот вы теперь кто это? Зет, всякие эти самые патриоты. Вы больше тоже не элита. Вы кто у нас танцуете в Севастополе с голым задом? Вы теперь тоже не элита. А вы у нас кто? Ах, вы у нас министр финансов. Вы тоже больше не элита. То есть вот до туда должно дойти. Вот это должно закончиться. Должны и исчерпаться запас возможных вот этих вот санкций против собственных, собственных жителей. И дивиться, пане Михаиле, а иногда я думаю, а если эти гайки репрессивные против своих уже будут закручивать, и дальше больше, больше и больше, а чи не могут они выбухнуть? Чи не могут они стати ось этой загрозой для путинского режима? Бо я не уверена, совсем не, что им это будет всем понравиться записывать, и потом слезливые відео просто за то, что они носок на одно место надели? Да, и уже, знаете, вот первая ласточка сейчас, возможно, прилетит с этим скандалом с Ивлеевой. Дело в том, что выяснилось подробно, что был спонсор у этого мероприятия, был спонсор. И спонсор этот компания МТС, мобильные телесистемы. Значит, на этой вечеринке танцевал голым вице-президент МТС. И МТС была официальным спонсором. И весьма вероятно, что сейчас МТС заканцелят так же, как Киркорова. То есть тоже лишат каких-нибудь прав, госконтрактов и так далее. МТС – это уже серьезные люди, это уже Евтушенков. А он человек посидевший, отсидевший, уже при Путине отсидевший. Ну, недолго, правда. А вот с браслетом на ноге походивший. За что их прихватили, не знаю, но вот факт, что они спонсоры. Видимо, за то, что у них яйцо на логотипе. И это последнее российское яйцо, которое еще все могут смотреть. Значит, дальше, да, когда они доберутся до элиты, ну, в такой смысле, сейчас это тоже элита, но будет элита политической, то всякое может получиться. Хотя тут надежды у меня слабы, честно. Как мы помним, в общем, все элиты обычно долго терпят. Хотя про Сталина разное поговаривают, да, поговаривают, что все-таки отравили его свои же. Ну, те, кого он собирался репрессировать, те, кто ставил следующие очереди. А сейчас режим-то пожиже. Надо понимать, что режим пожиже, чем сталинский. Потому что Сталин не должен был, у него не было одновременно задачи воровать миллиарды, которая стоит у Путина. Поэтому Сталину было проще устраивать репрессии. Вот. Поэтому могут, согласен с вами, могут. Хотя мы же верили в них. Мы же надеялись, что они еще в прошлом году это сделают. Все эти дерипаски и Абрамовичи. Но нет, не получилось. Не захотели, испугались. Ну да, и еще и пригоджена ликвидация, очевидно, их тоже багато из чего стримала. Напевно, тут спрацювала идея Путина. Нет, нет, нет. Вы знаете, да, ликвидация, это они знали, что за такое казнят. Тут у них как бы ни у кого сомнений не было. Для них это не было новостью. Но я думаю, что большой новостью для них, реально для этих ребят, стало то, что так можно было. Что можно было направить на Москву несколько тысяч каких-то полувоенных людей. И что Путин сбежит в этой ситуации. Это для них новость. Они благодаря этому прощупали почву. Теперь они понимают, что Путин не будет защищать Росгвардии, что никто не выйдет с оружием защищать Путина, что сам Путин сбежит в легкую. Вот это они понимают. Это важно, важно, мне кажется. Давайте еще поговорим про наших захидных партнеров, если вы, конечно, не против. Потому что мы тоже видели такую низкую, шквал, вал публикаций, что до переговоров. Это слово, это притча в языках. Скоро оно станет, что уже стало. Но тем не менее, есть, появляются, дают там определенный час, период. То, что мы тоже не одноразово говорили, то до выборов в США, то до тех низких выборов, которые на наступный рейк запланованы, то до каких-то успехов. Или, наоборот, их отсутствие на поле бою. Как вы думаете, чи будем мы гучнее слышать это слово, а не только от неназванных высокопоставленных чиновников, на которые посылаются незрозумимые журналисты? Чи оно будет лунать в публичных, например, пропозициях? И от чего этот оффер тогда до переговоров будет зависеть от наших союзников? Значит, во-первых, такая история. Вот тут какая-то газета, не помню, американская. Кто-то вышел с таким, что, мол, в следующий год очень особенный, потому что 50 выборов, 50, в 50 странах выборы. Но я вам как математика математику скажу. В мире 213 стран, и в среднем главу государства избирают раз в 4 года, в среднем. Соответственно, каждый год в мире 50 выборов. Просто по математике, каждый год. Ничем не особенный 24-й. Нас по-настоящему волнует, конечно, выборы в США, и не зря. Волнует не зря. Потому что измениться ситуация. Слово переговоры, которое сейчас скорее анекдот, может стать чем-то серьезным только в случае каких-то перемен в Белом доме. Ну, каких-то кардинальных перемен. И то под вопросом, если не означает, что это точно так произойдет. Но это возможно в теории. Ну, это же история про 25-й год. Понимаете? То есть до 25-го года у нас есть гарантия того, что никто нас не будет приглашать к переговорам, уговаривать на переговоры, заставлять вести переговоры. Все позиции, всех лидеров западных стран, а также и собственных стран, и собственных парламентов, все озвучены. И лучше всего сартикулировал это Макрон. Который сказал, у меня телефон не менялся. Сказал он по поводу реплики Путина, что Макрон давно не звонит. Но когда будет серьезное предложение от Путина, который уже совершил военные преступления на севере Украины, только тогда я сниму труп. Серьезное предложение от военного преступника. От военного преступника предложение может быть только одно серьезным. Капитуляция. Я сдаюсь. Я больше не воюю. Только такого от него ждут. Ни на что другое никто сейчас не клюнет из западных лидеров. Не получается. Потому что Путин не рукопожатый. Потому что Путин под санкциями, ну не под санкциями, а под розыском, под ордером на розыск. Вот как они с ним будут встречаться, переговоры вести. Типа, да, давайте, значит, хорошо. Какие тут пункты мира? Вот раз, два, три, четыре, пять. А восемнадцатый пункт, а вас Путин в Гаагу. Правильно? Ну как? Мы же не можем отменить ордер. Правильно? Вот, поэтому есть большая проблема. Переговоры пока есть Путин, и пока он кардинально не изменил позицию, невозможны. Ну и никто нас не будет заставлять. А Путин не изменит позицию, давайте честно скажем. Насколько, да, да, его позиция – это наша капитуляция. Вот в него такая как раз капитуляция. Он лишь таким чином ее бачит и впевнен, и он чемусь у своему какомусь успеху, которого нет. Но все же таки, выборы в США, насколько риски для них будут для нас и в чему, можно его сбежать, и насколько сильно Путин спит, и что ночью ему снится Дональд Трамп. Ну, определенно, это один из его инструментов – вмешиваться в выборы в других странах. Поэтому он не спит. Он работает в этом смысле, Путин. Да, 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 его люди, конечно, пытаются обеспечить победу тому, на кого он сделал ставку. Ну, это точно. Я уж не знаю, на кого, не буду гадать, но это так. Вот, поэтому он работает над тем, чтобы привести к власти на Западе кого-то, с кем он сможет вместе разделить мир. Такое ему, безусловно, мечтается. Это так. Насколько для нас важны эти выборы? Не настолько, насколько мы думаем. Не настолько, насколько мы паникуем и боимся. Вот не настолько вообще. Эти выборы и их результат – это, там, не знаю, грубо говоря, 20% от дальнейшей позиции Америки. 20, а не 100. Ну, хорошо, может, 25. Ну, такого масштаба, да? Потому что есть Сенат, есть Конгресс, есть двупартийная поддержка, есть много что еще, кроме президента. И полномочия президента ограничены. И Трамп, придя к власти, не будет дарить России все эти наши области. Он тоже не этот самый, не меценат в пользу Российской Федерации. Поэтому все эти слухи сильно преувеличены. Ну, и не говорю о том, что есть много выигрышных для нас вариантов на этих выборах. Пане Михайловне, скажите, пожалуйста, чей станет наступный рейк переломным? Да. Да. В чему? Все. Вы не узнаете. Мы с вами будем сидеть 28 декабря 2024 года. Хотя, может, вы не захотите. Это будет суббота. Но я-то всегда рад вас видеть. И тогда вы скажете, да, Михаил, а как вы тогда знали? Я скажу, опыт. Опыт, во-первых. Во-вторых, ну, я страшно умный. Конечно, кроме того, что обаятельный. И у меня тогда будет миллион подписчиков. Уже хотя бы это будет переломом, правильно? Вот сейчас у меня на канале, вы не поверите, всего лишь 319 тысяч. А будет миллион. Ну, конечно, я шучу. Насчет миллиона это не прогноз. Это пока шутка, юмор, ха-ха. Будет полмиллиона. Но полмиллиона тоже неплохо. А вы росте, росте. Да. И будет перелом обязательно. И вот будет сделано, во-первых, нами то, что сказал залужный. А он сказал, что это тайна. Нет, он уже сказал, что война будет совсем другой в этом году. Это правда. Что решения найдены. Решения вот на те вызовы, которые новые случились на фронте. И к которым мы не были готовы. Это раз. Второе. Ну, треснет в России. Треснет, я вам говорю точно. Треснет. Треснет что-то большое, треснет в России. Вот это будет второй большой перелом. И третье. Выборы в США нас еще удивят. Это мой прогноз. Я вместо многих маленьких советов дам один большой. Но он зато распространяется на все случаи жизни. То есть, это касается не только войны. Это касается любой вашей паники. Любого вашего тревожного состояния. Если вы в нем оказались, то нужно всегда подняться над картиной. Посмотреть ее гораздо шире. Ну, например. Вы просыпаетесь и вспоминаете, что вы забыли купить яйца. И вам не из чего сделать яичницу. Ну, например. Тревожно. Ужас. Вы забыли вчера купить яйца. Это трагедия всей вашей жизни. Вы начинаете паниковать. Вам нечем накормить мужа, сына, дедушку, кота. Попробуйте взглянуть на вашу жизнь чуть более широко. Хотя бы в масштабах года. А лучше трех. Вспомнить все случаи, когда вы покупали яйца. Не покупали яйца. Хлеб, колбасу. Все магазины, в которых вы были. Все обеды, которые вы сделали или не сделали. И вдруг эти нынешние и сегодняшние яйца покажут вам чем-то смешным. Вы пойдете и спокойно пожарите рыбу. Вот так же и с войной. Если вам кажется сегодня, что все пропало, что завтра русские прорвут фронт. У нас больше нет кого мобилизовывать. Нам не дадут деньги. Вы возьмите и вспомните всю линию нашей войны. Ну, начиная хотя бы не с 2014 года, а с 24 февраля. Вот с первого дня и до сегодняшнего дня. Только не один какой-то день, а всю эту линейку. Все наши волнения, треволнения, перепады настроений. Сколько раз нам говорили, что денег больше не будет, оружия больше нет. А потом сколько раз мы радовались каждому новому пакету помощи на миллиард, на два, на три. Сколько раз нам говорили, все, ракеты вам не дадут. А нам вдруг давали Хаймарсы, чего-то еще, Атакамсы. Когда мы просили пушки, помните, пушки, гаубицы. Говорили, нам не дадут гаубицы. А потом Франция говорит, мы дадим вам гаубицы. Тогда мы думать не могли про Ф-16. И когда кто-то сказал про Ф-16, все подумали, что он шутит. А Ф-16, вот они прямо сейчас летят, как новогодний подарок, к нам. Посмотрите на всю эту картину вместе. На то, что сколько раз нам угрожал Путин атомной бомбой, какой угодно. Вспомните ту ночь, когда вы боялись, что русские взорвут Запорожскую АЭС. Вспомните ее. Вспомните, если вы в Киеве, как вы боялись, что русские зайдут ночью из Василькива или из Гастомеля. Если вы в Харькове, вспомните, как рядом стояли россияне. Если вы из Николаева, вспомните, как они были на окружной дороге. Да, вспомните всю эту историю. Вспомните, что мы везде выстояли, все как получилось, как-то образовалось. У россиян ничего не получилось. Все их слова оказались словами. Все их обещания оказались обещаниями. Все оказалось враньем, преувеличением. Да, мы периодически терпели поражения, неудачи и так далее. А потом одерживали победы и удача нам сопутствовала. И так будет всегда, поверьте. И в вашей жизни полоски белые будут чередоваться с полосками черными. Поэтому мы обязательно победим. Неодменно. И завжди надо смотреться ширше. И действовать главное. И поддерживать наши збройные силы Украины. И вчинками, и думками, и всеми. Верить в них, перемога неодменно будет. Пане Михайловне, спасибо за вашу позицию и за ваши розъяснения. До встречи. Спасибо, Арин. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok